всем здарова всем при этом на канале гамбита здарова ребята вот с вами я и моя не звука вот итак ребят у нас выходит новый ска ну вернее видите вот этот старый эсконор вот это старая сканал вот в принципе можно ему сейчас даже типа накинуть там какой-то хпдф наверное было сразу но она это сделает что посмотреть его бк при более-менее адекватной прокачки ну 66000 красный скануэр был бы чуть получше то есть мы опять имеем старого персонажа на 66000 который по идее как должен сейчас выстрелить и стать максимально крутым итак давайте же перейдем к патч ноуту вот и нас встречает патч ноут в принципе сразу же с подчеркиванием настроение разработчиков это да это фрэй во всеми любимые абупсы вот мамка все же в здании и от нас выходит пляжная зеленая версия персонажа я не удивлен в принципе вообще ни разу не удивлен и я понимаю что вам интересно услышать от меня мнение по поводу нового эсконора но давайте перейдем просто сначала к брун гильди потому что по поводу бруни у меня очень большие вопросы от к разрабам серьезно очень большие вопросы ладно перейдем к пассивке она не до конца у меня переведена по что там еще есть какой-то эффект аннигиляции который я не особо понимаю как он будет работать четко поэтому пока просто первая половина пассивки и потом второй половина пассивки повода не легят аннигиляции может быть реально что интересно но попы за каждого конкретного союзника героя это у нас неизвестные рахнарёки и да типа мне в этом плане очень нравится то что разработчики подтягивают рагнарёк именно не как сами полноценный класс в игре вот после не понимаешь о рагнарёку они не смогут выпустить так много и нужно что прагнарёки хоть с кем-то комбинились кроме самих себя поэтому они сейчас подтягивают рагнарёк к неизвестной расе его то есть нас неизвестная раса такие-то рандомные там фестивальные гаутеры типа холодские гаутеры которые не играют друг с другими неизвестными там какой-то на наши из оригинальных неизвестных ну вот там кита лолька мэрин фестиваль на мэрин и по факту можно сказать что все вот потому что неизвестные на этом плане закончились вот и они просто в этот класс кроме коллабов пушка коллабов очень много неизвестных они практически все неизвестные типа рам ехидна это гислин новая да и кстати по поводу гислин да потому что это малая она крадет фишку гислин по факту так оно и есть реально так давайте попа за каждого конкретного союзника героя это неизвестные рагнарёки участвующего в бою базовая характеристика героя увеличится на 8 процентов вполне возможно она только апает себе потому что это пока просто корявый перевод но идейна в том что да она баффер вот и начале боя противник самым высоким уровнем пронзания не атаки пронзание разработчики сказали это абсолютно новая пассивка самым высоким уровнем пронзания получает очарование и противник с очарованием может атаковать только фрею и никого другого в нашем то есть это просто как провокация в команду к тюру гислин интересно а если степень пронзания и атака будет одинаково кого она будет бить то есть него просто два таргета на выбор гислин которая провоцирует и агрит на себя и фрея которая очарованием данная очаровательная у нас вот заставляет бить именно вот фрею но кстати разработчики по ходу сделали работу над ошибками потому как при атаке по вот этой фреи вот от этого врага с очарованием вот фрей уменьшает получаемый урон на 40 процентов то есть не уменьшается атака характеристики на 30 процентов как это делала гислин вот пусть например мы встречаем эсконора ну ему честно все равно вот дать чуть меньше ударит вот но у него все равно есть лимит уменьшение его характеристики он все равно особенно если он с там архи с мейлем мейлю абсолютно все равно на то типа есть уменьшение характеристик нет уменьшения он просто брал и весь свой дэмэдж вкидывал гислин и забирал ее вот здесь же вот как раз и реализована та тема что а в это будет работать на всех то есть просто уменьшение урона получаемого фрей это кайфово на 40 процентов ну вот это классно потом дальше да типа тут идет идея с аннигиляции и там дальше уже посмотрим как реализуют эту идею уже в нормальном переводе потому-ка я не хочу вас кидать вот здесь да здесь есть еще половина скажем так пассив который я не прочитал по скиллам все честно сказать обыденно 500 процентов от атаки и степень пронзания x3 до разработчики любят степень прознания я не знаю зачем но они ее любят очень сильно любят вторая кстати вот здесь есть эффект аннигиляции два типа игнорируют 50 процентов физического сопротивления там еще короче еще будет какая-то тема вот то есть по поводу аннигиляции вам сейчас спойлерить не будут возможно этот персонаж будет какой-то новой интересной механикой я люблю интересные странные механики я понимаю что новичкам которые приходят в игру такие что где куда очень много разнообразных просто механик и они добавляют еще одну кайфово кайфово вот и дальше понятно делать ультимейт от бездны тысяча триста пятьдесят процентов от атаки это при шестом ультимейте вот и весьма неплохой дэмэдж плюс без на 50 процентов от этого урона если кто не знает без на работа того сколько ультимейт нанес урона 50 процентов при шестом ультимейте либо там 25 процентов при первом ультимейте от этого урона потом начале хода врагов типа наносится каждому из них отдельно и в принципе ультимейт прикольно типа римуру из-за этого очень сильно ценился и очень многие боятся ультимейта римур вот то есть это у нас фрея классная ну возможно интересно возможно реально эта механика с аннигиляцией получится классной и идеи на то что у этого персонажа есть бкастый релик он дает много статов в принципе для этой фреи и в принципе красный фрей является один из лидеров по бк и по идее как зеленая не должна уступать своей красной замене это первый момент а второй момент это очень классная тема в том что мы либо гислин которая за донат либо же фрей которая халявна типа грубо говоря халявна которая любом моменте может достать в игре его мы можем сэйвить нашего тюра по что тюр нынешней мете получился очень классно то есть да это просто какой-то проходной персонаж который получился классным и я в восторге от него честно вам скажу то есть это как раз типа персонаж для тюра для тех ребят у которых нет донатной замены гис информацию типа тюров неизвестной формации либо там формации рак нарека его то есть это полноценная замена гислин да типа еще посмотрите по на эффект аннигиляции но пока она смотрится интересно но это пвп персонаж это раз и второй момент но типа объективно ребят у нас есть там уже нормальные пвп формации демоны бан лр мел там дианки типа ультра шки буду тому подобного плана но не будет это просто как разнообразие то есть я не говорю что она прям будет убер сильно она прикольна не более того вот то есть если вы хотите просто пофанится можно ее взять покачать но это по типа рагнарёк это фан на арене они не могут дать полноценного боя тем самым демоном например либо архангелом например без убер прокачки объективно объективно да так сама китюр да вот просто фан не более того ладно я думаю уже заждались того момента когда я буду разбирать но боже он выглядит офигенно ну просто посмотрите на вот это вот и на вот это вот но вы видите где батя пришел здание вот и здесь получается персонажа реально апнули мне он нравится и тут очень жесткие механики реально говорю лост банн лав просто сейчас он лав ладно давайте разбираться с вот этим новым лес конором да кстати по поводу я знаю что я замахал но все равно вот новый сет карта увеличит атаку получается не связано с такими характеристиками на атаку за каждого конкретного ну это типа либо человек либо неизвестный то есть сет карта сразу по две раз возможно это круто я не знаю но это просто уровень атаки не сказал бы что это круто с чем того что недавно для людей вышел очень классный сет вот и этот сет скорее всего просто танец в небытие но это бонус по атаке для неизвестных возможно это будет прикольно вот за каждого этого конкретного союзника увеличить при максимальной прокачки на 3 процента то есть при 3 на 3 это 9 процентов от бонус к атаке при 4 на 4 это 12 процентов ну в принципе прикольный сет карт возможно на гв он будет играть да кстати на гв она реально будет играть ладно переходим к с я знаю вы ждали вы ждали этого момента итак давайте его пассивка а в конце хода вот он накидывает 11 дебаф вечного пламя кстати я не знаю типа это будет серый либо синий баф возможно был где-то стрим разорвал который это дело все показывал но я не знаю вот поэтому серый синий бауете можно его снять скорее всего да его можно будет снять вот это будет скорее всего красный ну я так что-то предполагаю вот одно вечное пламя типа тому врагу который во время своего хода не использовал умение темный мел добрый вечер пассивка которая скоммунирована темного мела ну только там было истощение а здесь вечное пламя да сразу скажу что вечное пламя увеличит а получаемый урон на 15 процентов да у нас ожог который увеличит получаемый урон на 10 процентов и киёшка тоже сам так само накладывает их своей пассивкой есть эсконор который просто на 15 процентов то есть вечное пламя это полтора ожога прикольно против ски есть ожог поэтому это звучит еще более рофельно и вот смотрим далее чё типа чё у него есть из вот это его пассивки на пассивка кстати прикольно дальше если все дружеские герои включая героя в доп слоте относятся к человеческой расе то есть у нас нет возможности того что мы например поставим трех человек и 400 например там красные лиска хилища либо там на наше который больше профитный либо там зеленая мэрин для утраша нет такого нельзя и доп слот тоже должен быть человеческой расы и ищите хороший четвертый слот это наверное рагнарёк бан но тогда мы и светлого бана не будем вязать с канон короче непонятно почему такое огромное ограничение в плане четвертого слота но да и кожи эффектом получаем если у нас все друзья ну типа все наши герои люди и четвертый слот тоже люди вот дает вечный огонь всем врагам на три хода дополнительно по одному оживу вот ну то есть по идее так как он будет просто если все у нас люди накладывать сразу всем по одному этому вечному пламени и за каждое это вечное пламя на враге он увеличивается характеристики на пять процентов вот и максимум до 30 раз ну то есть шесть ожогов 6 вечных пламени это все что нужно наложить и при этом мы можем накладывать это все либо если у нас все люди либо врагам которые не используют умение и только таким макаром сможем разгоняться но идея в том что есть у нас все люди то вы только один стак наложим и все то есть в начале боя они по егда или начале хода начали дружеского хода а начали дружеского хода тогда нормально тогда у нас есть нормальный разгон в этих пламени вот так что тема нормальная вот после того типа к ну и понятное дело что вот это типа серая приписка то что у нас было до этого типа кранцы по заполняет шкалу супер приема он скидывает себя все добавки принципе прикольная тема вот с его пассивка она становится очень жирно реально жирно далее типа первое умение наносила 500 процентов от атаки и заполняла шкалу супер приема на 2 здесь 550 процентов от атаки так же сама шкала заполняется на 2 то есть у нас пола мы получили 50 процентов дополнительного урона в эти 5 ну короче сильно большая разница но у тебя ска сам по себе станет более домашним вот и так самое типа здесь вот приписка это плюс 40 процентов дополнительного урона вот это уже много это уже реально много 40 процентов дополнительного урона за каждый огонек на враге ну типа вечное пламя на враге по что есть воспламенение есть вот это я вечный огонь типа вечное пламя вот вот уже смотрится круто на реально круто то есть ска это тот персонаж который даже без ультимейта будет дамажить и весьма неплохо именно от этого умения 2 дальше здесь у нас полы получается уже на первом уровне наложение с типа снятия добавь вот по идее типа снятия типа всех бафов типа с врага и наносим 180 процентов от атаки так же самое как и было но накладываем не одно воспламенение а два при максимальном уровне типа четыре вот и каждая вот эта типа тема увеличит это ожог не воспламенение воспламенение да ожог типа ладно ожог воспламенение боже слишком много огня в этой игре слишком много огня я уже запутался немного короче каждый этот дебаф добавляет плюс 10 процентов дополнительного входящего урона то есть короче эска может солянова забирать я не знаю вот он зеленый но мне кажется что он вполне спокойно первого у второго уровня карты заберет дианку под стойкой возможно и заберет это не точно но мне чет кажется что он выдаст дэмэджа дай боже то есть здесь прям огромнейший валуев очень много валуева и ультимейт игнорируем сто процентов критического сопротивления врага и наносим 1260 процентов от атаки либо 1440 сопротивление до сопротивление то есть мы критуем при атаке гарантированно критуем то есть мы не генерируем оборону а именно сопротивление сопротивление это то насколько персонаж сопротивляется критическому удару логично да вот и при этом мы гарантированно критуем носим тонну дэмэджа с чем того что эска сам по себе должен получиться очень и очень плотным ну типа бонус по статам все остальное к сожалению релик уже есть вот мы получаем весьма неплохую вимбу который принципе вообще никак не комбиниться с элар мелом вот он скорее всего будет комбиниться каким-то там зеленым артуром баном ну тогда будет слишком много дебафов если попадетесь просто против скади вам габела сразу можно просто нажимать лива если вы встречаетесь против скади вот но пока типа команда смотрится прикольно причем того что подъехал новый сет карт но смотрится классно пока да пока просто классно фанал это команда людей против команды демонов интересно кто кого реально интересно кто кого но пока на этом весь у нас получился эсканур посмотрим как он и будет реализован понятное дело у нас будет билетики то это донатный магаз типа все стандартно билетики на новую фрею которая честно мне нравится и плюс будет до 7 ивент где будет так сам типа раздавать там всякие типа плюшки и плюс 10 билетов вот за которые мы возможно вытащим нашу новую фрею вашу новую фрею либо мою новую фрею не знаю посмотрим вот дальше будет там всякие мировые квесты которые тебе будут давать награды а вот да да вот еще будет прикольный квест там будет много заданий типа и там будет много гемов вот так само будут всякие другие дополнительные ивенты это спящий ху где мы его будем раскачивать до сотого левела да 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 это спящий ху классный ивент приколь очень прикольный ивент два дальше будет еще много хоук ивентов я не знаю почему хоук ивентов так прям разгорячился вот но нам вернут арену героев один из шести один из шести уровней то есть все будет по старому вся та же самая типа тема интересно команды поменяют или нет я надеюсь что да чтобы подольше помучаться да я немножко мазохист своем тиме вот там дальше будут какие-то свои своеобразные типа усиление этого сезона там посмотрим дальше кто где кого имити прикольно выглядит ну типа с как классно мне нравится курит с к честно вам скажу вот то есть арену героев мы уже все видели будем за новости проходить это дело на стриме два монета да у меня пятая конца закрыта поэтому будет интересно как пойдет дело дальше новые косты на она уже забита по костам ну типа моно она забита по костам бан тоже забит по костам плюс у него хоук пасный кост скоро будет выходить у нас можно собрать не покупая стандартные костюмы его которые да типа магазе купить пляжные купить а вот от предыдущий сезонный типа свадебный и хоук пасный и все у вас уже забиты косты блин зачем так много костов хотя ладно этот кост бана выглядит прикольно хотя бы вот старые косты еще много старых костов еще много старых костов на эсконора вот и принципе это войско вы только что видели дать он был в этом костюме всякие такие плюшки и вот кстати очень классное изменение ноги могли его не за не заметит видите число 30 теперь 30 билетов можно взять ладно по поводу фрей скорее все здесь будет витрина но классный персонаж просто фановый персонаж москвенный персонаж хотя бы одну копию не играбельный коллекционный персонаж тоже коллекционный персонаж гвшный персонаж ну кстати может достать я ее не доставал можно будет отсюда ее попробовать достать неплохой пве перс и гб перс тоже очень москвенный персонаж хотя бы одну копию но если у вас уже есть эта копия то вам уже это не неинтересно, просто КПшка, не более того, но Донофорская красная лиска это вообще мастхеф. Это больше ГВ персонаж и на самом-то деле она уже устаревает, потому что скоро должна выйти какая-то новая пробуждённая лиска, либо тому подобного плана, и просто её заменить, потому что БК мало, очень старый персонаж, неиграбельный. Ну и, понятное дело, зелёный эсконор, если у вас на вашем аккаунте, если вы молодой игрок, он у вас не шестой. Ну, в принципе, почему бы нет получить 90-го эсконора, либо качнуть вашего первого уровня зелёного эсконора в 90-е, если он вам отсюда выпадет, если вы додумаетесь сюда потратить гемы, либо задонатить сюда. Ну, возможно, вы захотите. Не знаю. Потому что баннер, по факту, он смотрится интересно, но это проходной, потому что раз бесполезный персонаж, если вы не играете на ГВ, два бесполезный персонаж, три бесполезный персонаж, четыре, пять, если он у вас уже есть, это вообще мусорный персонаж, это вообще мусорный персонаж. Витрина просто для некоторых, например, для меня, вот, получить первого персонажа, вам, возможно, апнуть ультимейт на Дианку, либо получить Дианку. Апнуть ультимейт, либо получить Мэрин, было бы прикольно, потому что она всё ещё сломана. Этот персонаж всё ещё сломан, и я не хочу просто показывать её в видосах в ПВП, потому что это будет слишком easy win. Прочти против всех команд. Кроме, наверное, Мэля с архами. Вот. Ну, блин, баннер проходной. Объективно, очень проходной баннер. Так, я его случайно тут открыл. Ну, а. И есть зелёная эска, если у вас его всё ещё нету. Я очень сомневаюсь. Типа, зелёная эска выпадает откуда только они... Я сито кокойнов его потратил, так что это проходной персона. Ну, типа, его было слишком много до этого, и его слишком много будет в дальнейшем. То есть, витрина, если вам просто понравилась эта вайфочка, потому что она очень красивая, и эта сезонка, скорее всего, будет пляжная сезонка, рыбка, я попробую достать хотя бы одну твою копию, потому что она, ну, типа, классная. Вот. И вопрос, почему здесь нет красной фреи? Типа, есть зелёная фрея, но нет красной. Мне, например, нужна, типа, красная фрея для шестого ультимейта, а многим хотя бы для первого ультимейта, потому что фрея это москев на... змея. Ну, ладно, сейчас не особо москев, но у тебя она всё равно там москевая, самая лучшая команда, которая быстрее всего проходит всё это дело. Ну, типа... Вот здесь я не понял, здесь у меня вопросы. Здесь у меня тоже вопрос, зачем вы выпускали Ги Слен, если после этого вы пускаете зелёную фрею, которая просто сильнее? Ай, твою ж дивизию. Ну, типа, Эларный Эсконор. Вы можете сказать, что это просто... Это не фестивальный персонаж, это просто Эларный... О, Эларный Эско. Типа, что? Извините, ребят, это Батя. Эско всегда был Батей в игре, а здесь он выглядит чертовски брутально. Вот. И не умирает хотя бы. Ладно, хотя бы показывать, как на начале он такой, оп, я сильный, мне ничего не страшно, я не умираю, мои... Это, знаете, это... Это мне больше приятно. Оттого, что, типа, выходит Эско, который, ну, греет моё сердечко, потому что это красота формы Эсконора, где он был просто уберсильный, и ему было всё равно. Ему было просто... Это Битва с Галлоном. Битва с Галлоном. Я думаю, фанаты поставят лайк за хотя бы эту отсылочку. Ну, типа, Эско прикольно. Пускай будет. Я всё же ставил на синего Эсконора, типа, фестивальная Эско тебе подапать. Ну, получаем зелёного Эсконора. Посмотрим, как он будет. Итого, я думаю, мы быренько пройдём арену героев, очень быстро соберём новую Эску, и я его затещу. Хотя у меня монет не так-то и много, но я думаю, что я его затещу. В ближайшее время, ну, в ближайшее, думаю, наверное, недели 2-3. Вот, где-то так. На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Мне очень приятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь будет много контента. Скоро у нас ждёт турнир от нашего канала. И да, я ещё думаю, типа, пускать стрим на Твиче, либо же на Ютьюбе пускать стрим, типа, турнира. И дальше будет много контента. Ну, это мне всё. Спасибо за внимание. Итак, видос получился долгий. Вот. И до скорого. Покедова. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова